Здравствуйте! В эфире канала России итоговая информационная программа События недели. Предложение и решение депутата выслушала Мадина Каракетова. Дева Черкесии Мусаек Зеков выступил с докладом о порядке работы с наказами избирателей депутатам Народного Собрания. В ходе избирательной кампании кандидаты встречаются, кандидаты депутат Народного Собрания парламента Карача Черкесии встречаются с своими избирателями, в ходе которых избиратели задают кандидатам различные вопросы, обращаются с различными просьбами и предложениями, которые являются очень важными для общества проблемами. Законопроектом предлагается новая форма сотрудничества граждан и депутатов Народного Собрания в решении обозначенных проблем и вопросов. Данный законопроект будет эффективным, потому что само активное участие избирателей в реализации их же предложений, их же просьб во взаимодействии с самими депутатами будет очень важнейшим явлением в воплощении тех просьб, тех предложений, которые они задавали в ходе избирательной кампании кандидатам. Это повысит эффективность работы депутатов и доверие к ним граждан, считает Муса Экзеков. Приняли в первом чтении депутаты из законопроекта о размере предельной величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно. В 2022 году он составит 14 854 рубля 50 копеек. Один из вопросов, рассмотренных сегодня депутатами Народного Собрания, закон о содержании, перегоне и выпасе сельскохозяйственных животных на территории Карачаева Черкесии. Он предлагает владельцам сельскохозяйственных животных предоставлять о них сведения в администрации сельских поселений, чтобы внести их в похозяйственную книгу. Необходимо это для установления личности владельца сельскохозяйственного животного при участии в ДТП бесхозно пасущегося скота, что в Карачаево-Черкесии, к сожалению, бывает нередко. И этому вопросу было даже посвящено большое совещание с участием депутатов, представителей правоохранительных органов и ветеринарных служб. Поправки к 45-му закону помимо безопасности дорожного движения обеспечивают и безопасность ветеринарную. На сегодняшний день, по словам председателя Комитета парламента по аграрной политике Марата Хубеева, это вопрос достаточно серьезный. И необходимо принять все меры предосторожности, чтобы препятствовать завезению и распространению опасных вирусов, которым продвижены сельхозживотные. Поправки также защитят интересы владельцев сельхозугодий. От них много жалоб на то, что бесхозно пасущийся скот уничтожает весь урожай, а установить, чьи животные бесчинствовали на угодьях, зачастую не предоставляется возможным. Я надеюсь, что с введением этих поправок у нас статистика, я скажу так, печальная статистика с участием сельхозживотных на дорогах уменьшится. У нас будут меньше жалоб со стороны владельцев сельхозугодий на то, что их сельхозучастки становятся предметом набега со стороны бесхозно гуляющих сельхозживотных. Ну и, конечно же, мы учли, повторюсь, рекомендации управления ветеринарией по Карачаево-Черкесской республике, которые нашли отражение именно в этих поправках. Марат Хубиев рассказал, что в процессе подготовки поправок в закон была проведена большая работа внутри комитета с привлечением всех заинтересованных лиц. Прозвучало много интересных предложений, которые в последующем также будут обсуждены и, возможно, реализованы на законодательном уровне. Мадина Каракетова, Мухаммед Ишибуков, Вести, Карачаева, Черкесия. 150 предпринимателей Карачаева-Черкесии наградили Котню российского предпринимательства. Награды лучшим представителям бизнес-сообщества региона вручили спикер парламента Александр Иванов, председатель правительства Мурат Аргунов, министр экономического развития Алина Кохов, а также мэр Черкеска Алексей Баскаев. В знаменательный день премьер-министр республики поблагодарил предпринимателей региона за большой вклад в развитие экономики, участие в благотворительных проектах, неравнодушие и активную гражданскую позицию. Приятным дополнением к мероприятию стала концертная программа с участием артистов Карачаева-Черкесии. Мы стараемся не увеличивать налоги, мы стараемся сделать какие-то законы, инвестиционный климат в республике создать. Стараемся какими-то мерами, пусть они, да, небольшие, но мы стараемся все-таки не применять какие-то максимально жесткие механизмы. Постоянно просим наших коллег, чтобы вот этот монитор, вот эта связь обратная с предпринимательством, с каждым предпринимателем, с каждым предприятием, чтобы у нас она была. И благодаря там Министерству экономики, правительству, мэрии города, эта работа, она у нас идет, налаживается. И поверьте, и в дальнейшем, учитывая те перспективы, которые сегодня открываются, я надеюсь, что все-таки разворот в сторону предпринимательства и льготного кредитования, и поддержки, он все-таки будет государством, наверное, правильно сделан. И без своей промышленности, без создания рабочих мест мы уже видели и видим, что в нашей стране невозможно же продавать сырье, но и производить свое. Потому что в один момент все это прекращается, и мы остаемся, как говорится, с тем, что имеем. И хотел бы, конечно, поздравить лично каждого предпринимателя, тех, кто сегодня заслужил награды. Но я бы хотел, наверное, еще, чтобы мы какую-то награду учредили не только людям, а еще и районам. Каждый год, 21 мая, адыги, абазины, абхазы всего мира скорбят о своих предках и собираются, чтобы почтить память погибших в Кавказской войне. В Карачаево-Черкесии траурные мероприятия прошли в районах, где компактно проживают черкесы и абазины. А в столице республики состоялся митинг, посвященный 158-й годовщине со дня окончания 100-летней войны. Фатима Даурова подробнее. В столице памятные мероприятия начались с традиционного траурного шествия, в котором участники пешим ходом прошли от центра города до памятника жертвам Кавказской войны, установленного в Парке культуры и отдыха РТИ. Каждый год, не считая тех, что выпали из-за пандемии, участники шествия проходят километры пути в знак памяти и скорби жертв вековой войны. В траурном митинге приняли участие спикер парламента Александр Иванов, председатель правительства Карачаева-Черкесии Мурат Аргунов, представители органов государственной власти, депутаты Народного собрания, делегации из городских округов и муниципальных районов, представители общественных организаций и духовенства, гости и жители Черкеска. Перед началом митинга представители духовенства совершили обряд дуа и молебен по погибшим в Кавказской войне. От имени главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова к собравшимся обратился председатель правительства Мурат Аргунов. Особые потери понесли представители адыгов и абазин. Многие из них лишились возможности жить на своей исторической родине. Мы скопим обо всех погибших в эту эпоху. Несмотря на общие потери, трудности, народы, участвующие в Кавказской войне, смогли сохранить своё культурное наследие до сегодняшних дней. Богатейшие национальные традиции, мудрости народов, искренняя любовь к родине – всё это является скрипами нашего духовного, культурного развития. Представители общественных организаций республики, поочерёдно выступая перед собравшимися, выразили солидарность в словах поддержки братскому абхазо-адыгскому народу и подчеркнули, что гарантией мирной жизни в родной республике являются гармоничные добрососедские отношения всех народов, представляющих Карачаево-Черкесию. Я бы очень хотел, чтобы на нашей планете не повторялись такие войны. Я бы очень хотел, чтобы люди не голодали, чтобы они не умирали, а чтобы жили в мире и дружбе. Пусть всем тем, кто погиб в страшные годы, откроются врата рая. А всем живым желаю крепкого здоровья, столько лет, сколько отпущено Всевышним. Особенно эта война была трагична для адыгов, абазин и нагайцев. Множество горцев погибло не только в сражениях, но и покидая свою родину. Каждый раз, возвращаясь к трагическим событиям Кавказской войны, нашему общему историческому прошлому, необходимо отметить, что эта война не сломила волю и свободолюбие этих народов. Эта колополитная война оставила глубокий след в судьбах многих народов Кавказа. Но, несмотря на все испытания, на всю трагичность той войны, мы сохранили свой язык, свою культуру, наши абазора, доставшиеся нам от наших мудрых и мужественных предков. Особой болью трагические события Столетней войны, унесшись жизни миллионов предков, отзываются в сердцах нынешних потомков черкесов – абазин и абхазов. Вот у нас, в Горочаево-Черкесии, еще в каждом населенном пункте, где проживают черкесы, на кладбище стоит памятник жертвам Кавказской войны, который всегда напоминает нам об этом. А 21 мая – это действительно очень святой для нас всех день, потому что мы в этот день потеряли Черкесию, потеряли 90% своего населения, после которого они оказались в Османской империи и дальше разошлись в 50 странах мира живут. И для нас это большая трагедия и боль. И я хочу, чтобы больше ни у одного народа это не повторилось. Ровно в полдень участники памятного митинга, как и все участники траурных мероприятий по всему миру, почтили память жертв Кавказской войны минутой молчания, а затем возложили венки и живые цветы к памятнику в знак памяти погибшим в Кавказской войне. В знак скорби и солидарности с утратой целостности народа у адыгов принято поднимать левую руку. На протяжении всей истории, рука об руку, плечом к плечу, с адыгами рядом стоит братский абхазо-абазинский народ. ПЕСНЯ Траурный митинг прошел и в Хабецком районе. С раннего утра площадь у подножия памятника жертвам Кавказской войны на окраине Алла-Либердуковский заполнилась жителями района. Представители правительства Карачаева-Черкесии, администрации Хабецкого района, общественных организаций, духовенства, сельских поселений, школьники и преподаватели почтили память жертв вековой войны за независимость Черкесии. Выступающие отметили, что долг нынешнего и будущих поколений всегда помнит, что на свете нет ничего важнее мира и согласия между народами, сохранить национальное и культурное достояние и быть достойными памяти предков. Специально к этому дню учащиеся школ подготовили литературно-музыкальную композицию, где прозвучали стихотворения поэтов-земляков. Завершился митинг возложением цветов к подножию памятника жертвам 100-летней войны на Кавказе. Видно, что Кавказская война была историческим событием исключительно драматического, во многом трагического характера. В нее оказалось вовлечено в той или иной степени несколько поколений практически всех народов, проживающих между Черными и Каспийскими морями. Помимо этого, в ходе длительной войны на этой стратегической важной территории сталкивались не только интересы, но и армии региональных и мировых держав. Поэтому само кончание Кавказской войны в аналоге истории остается явлением эпохального значения. Кавказская война – неотъемлемая часть современной черкесской идентичности. На протяжении многих лет, 21 мая, мы отмечаем скорбную дату – День памяти адыгов, жертв Кавказской войны. Эта дата несет в себя отпечаток трагических и печальных событий для всех адыгов, черкесов. Но еще это памятная дата для всех северокавказских народов. Ежеводно, 21 мая, вспоминая те далекие события, мы испытываем горечь потерь, скорбим об ушедших, отдаем нам дам глубокого уважения силе духа и самоотверженности, проявленным нашими предками. Ясно осознаем важность мира взаимопонимаемого взаимоуважения между народами. Осмысливая события прошлого, мы отчетливо понимаем, что нашим долгом, долгом потомков, является сохранение национальной идентичности, многовековой культурой, обычной традицией для новых поколений. Сейчас реклама, после продолжим. Боль – это не самый лучший спутник жизни. Можно и нужно жить без боли. Специалисты клиники Елены Малышевой в Ставрополе знают, как вам помочь. Не стесняйтесь, не ждите, не терпите. Приходите, и эти специалисты вам помогут. Жить без боли – это счастье. Чебоксары. С 13 по 15 июля 9-й Всероссийский фестиваль «Человек и вера». Медиафорум о сохранении духовно-нравственных ценностей культурных традиций страны. Приглашаем к участию журналистов теле- и радиокомпаний. Прием работ до 20 июня. Подробности на сайте чгтрк.ру На этой неделе во всех российских школах прозвенел последний звонок. В Хабецком районе в этот раз он прошел не совсем обычно. Все выпускники собрались на площади Хабеза. С масштабного школьного праздника. Репортаж Заремы Кардановой. В пышном убранстве площадь перед администрацией. Здесь море цветов, шаров, знамен, флажковые, это радужная феерия придает особую атмосферу для виновников сегодняшнего торжества, выпускников, учителей и родителей. Администрация района впервые проводит такой праздник. Общерайонный последний звонок в Хабезе. Прежде чем открыть праздник, на площади звучат государственные гимны России и Крычаево-Черкесии. Честь поднять флаги предоставляются гостям мероприятия и отличникам учебы со всех школ района. Школа-школа, ты похожа на корабль, бегущий вдаль. Возможно, так думают все учащиеся, и кажется, что школьные годы – это целая вечность. Однако через 11 лет в конце мая наступает этот день, праздник последнего звонка для выпускников школ. Вот и сегодня в строю этой торжественной линейки 131 выпускник-2022. Среди них отличница гимназии Заола Кошхабль Амина Генчишаова. Она непременно хочет поступить в престижный вуз страны и стать полезным членом общества. Саня Тукашаова из «Малого Зеленчука» вместе с общеобразовательной школой закончила и музыкальную. Она собирается поступать в Российскую академию музыки имени Гнессиных и мечтает стать певицей, как, например, солистка известного на весь черкесский мир ансамбля исламей Сусана Хуако. И для санят, и для всех собравшихся сегодня в Хабейзе стало неожиданным и приятным сюрпризом выступление этого прославленного коллектива из Адыгеи. Над площадью широко разливается мелодия знаменитой рапсодии напевы далекого детства. И все с забиранием сердца слушают эту композицию, которая всегда будет напоминать ребятам о своей малой родине. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Какой же праздник? Без слов напутствия и поздравлений. Официальные лица республики в такой день поздравляют не только молодых людей с окончанием школы, но и педагогов, и родителей за совместную работу и заботу. Сегодня вы уже взрослые, сформировавшиеся личности, и у каждого из вас будет свой путь в этой жизни. Дорогие ребята, сегодня вас пришли поздравить ваши дорогие и уважаемые учителя, которые на протяжении всех этих лет вели вас к этой знаменательной дате. Сегодня вас поддерживают и поздравляют родители. Дорогие выпускники, последний школьный звонок – праздник, которого вы ждали долгие годы учебы. В этот день вы прощаетесь со своей школой и открываете дверь в возрослую жизнь, наполненную самостоятельными решениями. Верьте в свои силы, ставьте перед собой амбициозные цели и задачи, настойчиво добивайтесь желаемого, и тогда вас непримерно ждет успех. Крепкого здоровья и настоящего счастья. В добрый путь! От души поздравляю вас за ваш труд и терпение. Спасибо, что вы с честью и любовью выполняете свой родительский долг. В ответ звучат слова благодарности от самих выпускников школ. Для нас, выпускников 30-го юбилейного выпуска лицея, знания, полученные, не побоюсь этого слова, в самом престижном, в самом успешном, в самом лучшем учебном заведении под названием общеобразовательной лицеинтерната Уолокобец имени Капсирокова Катерина Кадирановна станут крепчайшей опорой в дальнейшем нашей жизни. Спасибо вам за знания и за вашу проявленную заботу. Не обрекается ползуба, ведь жизнь кончается незавтра. Уходит детство от меня, и это я приму внезапно. Не отрекаются любя, сказала когда-то поэтесса Вероника Тушнова. Вот и сегодняшние молодые люди повторяют эти слова, потому что много лет назад малышами пришли они в школу в первый раз и навсегда полюбили её как собственный родной очаг. На память о сегодняшнем празднике ребята посадили 131 куст роз перед администрацией района. Скоро эти клумбы зацветут и будут болгоухать ароматом царственных роз, как символ чистоты и красоты молодого человека, который только-только вступает в возрастную жизнь с надеждой и прекрасными мечтами. Субтитры создавал DimaTorzok Основателю радиоастрономического телескопа Академии наук Юрию Парийскому исполнилось бы 90 лет. Прошедшая в Карачаево-Черкесии на территории астрофизической обсерватории научная конференция была посвящена человеку, с чьим именем ассоциируется создание Ротан-600. Подробности в репортаже корреспондента Артура Мхце. Вклад Юрия Парийского в отечественную астрономию трудно переоценить. С именем автора сотен научных работ и двух монографий связано и появление на территории Карачаево-Черкесии радиоастрономического телескопа. Ротан-600 строили 8 лет. И в июле 1974 года исследование астрономических объектов во всем диапазоне расстояния в метагалактике стало реальностью. Думается, нынешняя научная конференция «Многоликая вселенная теория и наблюдения-2022» также не прошла бы без его участия. Тем более, что 23 мая Юрий Николаевич мог бы принимать поздравления с 90-летним юбилеем. Но летом прошлого года его не стало. Юрий Николаевич, конечно, был удивительный человек и ученый. Его кругозор был очень широк. Он интересовался не только радиоастрономией, но и, в принципе, всей астрономией, космологией. У него были аспиранты. Он был прекрасным учителем. То есть из-под его школы вышло много талантливых ученых. Вышли люди, которые продолжают его дело, и в том числе в нашей обсерватории. Немалую часть своей жизни Юрий Парийский провел в Карачао-Черкесии. Его учениками могут считать себя многие, в том числе нынешние сотрудники астрофизической обсерватории. О нем тепло отзываются коллеги, друзья, родственники. Он был необыкновенно добрым и жизнерадостным, оптимистом. С его работой достаточно трудно было уделять время детям. Тем не менее, например, какие-то праздники. Приходит отец? На праздниках папа присутствовал с большой радостью. И всегда был в центре компании, всегда приходили к нам друзья. Но постепенно праздник переходил в какие-то научные дискуссии. В нынешней научной конференции принимают участие около 150 специалистов из разных регионов России. Впереди у них немало тем и вопросов, которые требуют всестороннего анализа и изучения, а также определения роли и перспективных задач отечественной радиоастрономии. Артур Мухце, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Зеленчукский район. Карачаево-Черкесию с приятной миссией посетила делегации из Абхазии. Возглавил её советник президента Абхазии Нукзар Логуа. Встретили гостей из страны души Абсны в ауле Альбурган. О том, кто прибыл и с каким поручением, расскажет Альбина Ламкова. В состав делегации, возглавляемой советником президента по науке и культуре Нукзаром Логуа, вошли министр культуры Дауркова, депутат парламента Дмитрий Маршания, советник президента Республики Абхазия по вопросам взаимодействия с ветеранами-добровольцами Северного Кавказа Рисмак Аджинджал и общественный политический деятель Абсны Беслан Кабахи. Прибыли гости для того, чтобы вручить государственные награды за вклад в развитие и укрепление связей двух стран по поручению президента Республики Абхазия Аслана Бжания. Безусловно, когда есть у нас такие поручения, это ещё больше украшает нас. Мы один народ, мы строим одно общее целое, и мы должны двигаться уверенно вперёд. И я думаю, что мы достигнем своих целей. Для нас культурные связи чрезвычайно важны, потому что именно на этом, потому что у нас единая культура, единая духовная связь, единая связь наших предков, на этом строится всё остальное. Поэтому я очень рад, что уважаемые наши коллеги в течение многих лет поддерживают, приглашают к себе и дают оценку работе наших коллег. Первая в почётном списке награждаемых председатель национально-культурной автономии Абаза Ставропольского края Армида Чагова. Ей вручили почётный орден Ахидзапша. Я понимаю, что эта награда не чисто моя, это награда всей нашей общественной организации, огромной работы, признание нашей огромной работы, которая проводилась в течение 10 уже лет. В этом году мы празднуем своё десятилетие, и мы подводим итоги. И вот эта награда просто вовремя пришла. Свою награду и почётное звание «Заслуженный артист Республики Абхазия» присвоено и художественному руководителю Театра танца Республиканской филармонии Мурату Гагиеву и танцору-воину-добровольцу Анзору Озову. Работники культуры Анна Комаревцева и Елизавета Козил получили звание «Заслуженная артистка Республики Абхазия». Затем после официальной части к 158-й годовщине окончания Кавказской войны гостям показали спектакль «Горсть земли» по одноимённому роману классика абазинской литературы Бимрзит Хайцухова. В заключении встречи вместе с главой района Русланом Кужевым обсудили проблемы сохранения развития языка и культуры абазина-абхазского этноса. А на следующий день в районной библиотеке аула Псыш прошли шамбовские чтения, посвящённые памяти учёного, абхазского и российского государственного деятеля, создателя Международной ассоциации абхазско-абазинского народа Тараса Шамба. Альбина Ламкова, Фатима Хунова, Руслан Харченко, Вести Корчаева, Черкесия, Абазинский район. Вышла в свет книга воспоминаний воина-интернационалиста о боевых бутнях. В Республиканской библиотеке имени Халимат Пайрамоковой прошла презентация поэтического сборника «Багряный рассвет» руководителя регионального отделения Общероссийской общественной организации Союза ветеранов войны в Афганистане Иссы Али Мамчуева. На его стихи сложено множество песен, которые не один год исполняются ветеранами Афганской войны в разных уголках России. На презентации сборника побывал и наш корреспондент Алихан Лепшоков. В поэтический сборник «Багряный рассвет» руководителя регионального отделения Общероссийской общественной организации Союза ветеранов войны в Афганистане Иссы Али Мамчуева вошли стихи, посвященные своим боевым товарищам. В нем воспоминания об афганской войне. В своем творчестве Исса Мамчуев постарался передать героизм и храбрость советских солдат и офицеров. Собравшиеся дали высокую оценку работы, направленной на патриотическое воспитание подрастающего поколения и за воинский подвиг воина-интернационалиста. Ценность данной книги именно заключается в том, что автор все это пережил сам, увидел своими глазами. Он был там, где представители разных национальностей и одной большой страны держались друг за друга как члены одной семьи. И, выполняя свой воинский долг, они прикрывали друг друга, сражались, как львы. Исса Али Мамчуев является настоящим патриотом и имеет прекрасный талант организатора. На презентации собравшиеся могли послушать песни на его стихи. В книге Мамчуева отражены судьбы его друзей и сослуживцев. Прочитав стихотворение через призму слов, можно увидеть истинную картину афганской войны. Что касается Иссы Усаевича, мы с ним не один год проработали. Он был, конечно, чуть помоложе. Такой же, но только такой же неумный, такой же инициативный, но при этом такой же ответственный, такой же честный, такой же порядочный. На мероприятии учащейся 6-й школы Черкеска прочитали стихи Иссы Али Мамчуева, а бард Сергей Зацепин исполнил песню об афганской войне на стихи самого поэта. Нас ладив прицел, часто в спину стреляли, но мы шли, выполняя отчизны бригаз, и теперь шурави, третий тост поднимая, с болью в сердце опять вспоминаю о вас. После сам виновник торжества рассказал о работе над книгой и выразил благодарность всем, кто принял участие в издании сборника и в организации презентации. Исса Али Мамчуев вручил медали от Союза ветеранов войны в Афганистане, директору третьей школы Узжигуты Татьяне Черняевой и кандидату исторических наук Шамилю Батчаеву. Участник более 70 крупных боевых операций в разных провинциях Афганистана рассказал, что в своем политическом сборнике он постарался показать стойкость и героизм воинов-интернационалистов. Здесь не только афганская война, здесь и романтические есть стихи, песни и, соответственно, про город Узжигуту, про школу, в которой я когда-то учился, про свою дочку, свою город, про свою семью, про своих родителей, соответственно, про своих друзей и про свой народ. Также на мероприятии представлены две выставки «Афганистан. Живая память» и из личной библиотеки Мамчуева, где много интересных книг не только из регионов нашей страны, но и из стран СНГ. Алихан Липшоков, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Впереди новые трудовые путни и пусть они принесут только хорошие вести. Всего доброго. В оконную компанию на постоянную работу требуется специалист по замерам пластиковых окон, офис-менеджер, полный рабочий день, достойная оплата труда. Обращаться по телефону 8 928 813 12 23. Боль – это не самый лучший спутник жизни. Можно и нужно жить без боли. Специалисты клиники Елены Малышевой в Ставрополе знают, как вам помочь. Не стесняйтесь, не ждите, не терпите. Приходите, и эти специалисты вам помогут. Жить без боли – это счастье. С 10 по 12 июня во Владивостоке состоится телевизионный фестиваль «Человек и море-2022». Лучшая морская документалистика России на большом киноэкране. Заявки принимаются до 1 июня. Все подробности на сайте «Вестиприм.ру» фестиваль Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания представляет «Чебоксары». С 13 по 15 июля 9-й Всероссийский фестиваль «Человек и вера». Медиафорум о сохранении духовно-нравственных ценностей культурных традиций страны. Приглашаем к участию журналистов теле- и радиокомпаний. Прием работ до 20 июня. Подробности на сайте «ЧГТРК.ру».